Сегодня президент Беларуси звернулся с посланием до народа и национального сходу. Промая трансляция мероприемства в прямом эфире вялась на телеканалах, по радио и в интернете. А тому послухать выступления Александра Лукашенки могли не только 2500 человек, которые были запрошены в Палац Республики, но и все же хоры краины. Наши корреспонденты наведали несколько предприемств и подсекались меркованиями людей. Для супрацовника у Телерадо и компании Гомель, что готовые послания президента – не просто значная политичная подея. Это своего рода дорожная карта, которая вызначает перспективы развития Беларуси на ближайший час. И ориентиры, каким направлениям журналистам необходимо уделить повышенную увагу. Послание главы государства – это, безусловно, самый важный инфоповод для всех редакций страны. И, учитывая, какое сейчас внимание приковано к Беларуси, к нашим границам, мы ждем оценки президента, его мнения о ситуации. Ну и, безусловно, для нас очень важно услышать о развитии экономики, о наших региональных проектах. Мы сразу оперативно будем давать задания корреспондентам, чтобы они отправлялись на места. И сразу будем думать о том, какие темы станут центральными в итоговой программе, о том, кто будет героем сюжетов, и будем формировать повестку на ближайшее время. По словах Александра Лукашенко, все летнее послание можно оценивать, як некольки пытанию до белорусского народа. Те готовые мы быть инициативными и працавать на себе, и те готовые мы платить за уластный суверенитет и оборону державы. У протягтаем мы размовы об геноциде, об яким необходимо память заусюду. Нельзя допустить стирания злодеяний фашистов и их пособников из памяти истории. Громче тысячи слов об их преступлениях рассказывают памятникам детям, жертвам Великой Отечественной войны деревни Красный берег и другие печальные места на нашей земле. Их сотни тысяч. Мы будем добиваться признания и осуждения геноцида белорусского народа на международном уровне. Пришло время расставить акценты в прошлом для защиты будущего. Мы сделали еще один шаг. Новый статус. Судьбоносный для нас даты 17 сентября стал актом исторической справедливости. Теперь этот праздник заслуженно стоит наравне с Днем Победы и Днем Независимости. И это не просто дань памяти, памяти воссоединения нашего народа после десятилетий иностранной оккупации тогда. Мы увековечили символ важнейший для понимания геополитических угроз, которые спустя сотню лет не теряют своей актуальности. Мы должны помнить, а наши дети должны знать, когда и как перекраивались белорусские границы в угоду чужим национальным интересам. И каково это – жить на родной земле, но в чужом государстве. Размышляя над этим, вот о чем хочу сказать. Веками, усилиями многих поколений, тернистым путем, за частую, а не порой ценой жизни, белорусы шли к обретению национального государства. Да, нашему поколению не пришлось платить за суверенитет кровью. За это заплатили те поколения, которые были до нас. Да и Бог нам помог. А сегодня мы должны защитить эту независимость. У Гомельской области послания президента слухаются практически на всех предприятиях. У акционерном товаристве «Гомельшкло» телевизор установили у одним из административных корпусов. Сирот присутных – люди разных взрослых. Кажут, что интересно все, но есть моменты, которые хвалуют особенно. Мне было самое главное услышать о положении дела в государстве, о состоянии внешней и внутренней политики. А также самое главное, что президент сказал, что в дальнейшем будет уделено особенное внимание молодежной политике. Еще один телевизор для прогляда телетрансляции послания президента до белорусского народа и национального схода установлено у шостым Гомельским автобусным парку. Сегодня это одно из лучших у республицы транспортных предприемств. А тому тут зацикавлено у тем, как краина и далее развивалась стабильно. Причим, тычется это разных сфер. Укрепить здоровье наших людей, чтобы каждый человек был ответственным за свое здоровье. Что это значит? Это значит крепкая семья, будущее, здоровый работник на производстве. Сохранить память наших предков. Все, что они сделали в годы Великой Отечественной войны для нашего поколения. И для нашего будущего. Я, как гражданин Республики Беларусь, обязательно приму участие в референдуме. Придут со мной и жена, и дочка. Подробязный сюжет о послании президента до белорусского народа и национального схода глядите у наших наступных выпусках. Олег Сентюров, Александр Лупиненко, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».